Мне кажется, что к определенному возрасту каждой девочке, девушке, женщине нужно наконец-то определиться, что за, скажем так, организм тебе достался и как именно с ним нужно воевать или мириться. К примеру, я очень долго не могла разобраться, что же за кожа досталась у меня. Она была очень сухой, капризной в ходе, несмотря на то, что многие завидовали мне из-за того, что на мне никогда не было каких-то изъянов в виде прыщечков, но тем не менее мне было очень тяжело подобрать уход, который бы собладал с суперсухой кожей. И только к 23 годам я подобрала правильный уход, правильный крем, пошла к правильному доктору, который поддерживает мою кожу в прекрасном состоянии. Поэтому я всем девушкам советую начать конкретно с кожи, потому что именно кожа очень красноречива говорит и о состоянии вашего здоровья и, скажем так, о психологическом климате внутри вашего дома. Не секрет, что практически все модели на фотографиях журналов выглядят превосходно. Но, к сожалению, в большинстве случаев это лишь работа фоторедактора и правильно выставленный свет. И есть только, скажем так, небольшой процент моделей, которые, когда заходят в кадр, ты поражаешься их сияющему лицу, их прекрасному состоянию волос и кожи, вне, скажем так, макияжа и работы мастером. И это действительно дорогого стоит. Поэтому я советую всем девушкам оценить состояние своей кожи без, скажем так, упования на фотошоп. Объясню почему. Потому что это всегда добавляет лоска. Это всегда делает женщину более дорогой. То, насколько она ухоженная и то, насколько она здорово выглядит. Поэтому, несмотря на какие-то, да, общие советы из разряда подобрать себе правильно крем, не злоупотреблять косметикой, я, конечно, проговорю то, что вам наверняка говорят мамы и говорили бабушки. Не стоит ложиться спать с нанесенной косметикой, всегда нужно умыться. Стоит уделять достаточно времени сну здоровому и, конечно, смотреть на то, что вы едите. Я сейчас не говорю о калорийности, я говорю о качестве еды и то, как она может отобразиться на состоянии ваших ногтей, волос и той же кожи. Поэтому, если придерживаться таких простых советов, мне кажется, можно вывести свои природные данные на достаточно хороший уровень. И еще долго им нужно радоваться тому, какая вы красотка.